И нужно сказать, что проводится она Министерством спорта Российской Федерации совместно с Федерацией лыжных гонок. И мы ожидаем, ну всегда мы надеемся, что будет какое-то рекордное количество регионов заявлено. Вот сейчас об этом мы будем разговаривать, с удовольствием представляю участников нашей сегодняшней видеоконференции. Министр спорта Российской Федерации, олимпийского чемпиона Павла Колобкова. Павел Анатольевич, здравствуйте, рада вас приветствовать. Трехкратная олимпийская чемпионка, президент Федерации лыжных гонок России Елена Виальби, Елена Валерьевна, добрый день. Добрый день. Олимпийский чемпион, руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев, Николай Алексеевич, здравствуйте, приветствуем вас. И также здесь в Москве представитель Тульской области, председатель комитета Тульской области по спорту Дмитрий Яковлев, Дмитрий Николаевич, здравствуйте. Почему здесь находится Дмитрий Николаевич? Потому что Тула в этом году регион особый для Лыжной России. Ну и кроме того, с нами на связи. Я так, коллеги, мы вас приветствуем. Я вас сейчас быстро очень перечислю. Итак, Тюменская область Дмитрий Грамотин, Ульяновская область Владимир Лазарев, Светлана Наумова это Мурманская область, Сергей Шултуков Чувашия, Александр Марковчин Курск, Курская область и Владимирская область Алексей Николаевич Сипович представляет. Мы вас рады видеть, рады вас приветствовать. Итак, давайте начнем. Я прошу всех участников быть лаконичными, потому что нас с вами много. Я думаю, и вопросов тоже много. Уважаемые журналисты, сразу скажу, что вопросы на пресс-конференции только по теме пресс-конференции. Ну и еще на эту тему я сделаю дополнительно, потом перед сессией вопросов и ответов заявления. Павел Анатольевич, я прошу вас, пожалуйста, вам слово. Добрый день, уважаемые журналисты, уважаемые коллеги. Ну, вы знаете, что лыжню России мы проводим уже начиная с 1982 года. У лыжни России богатая, славная история. В этих самых массовых, таких зимних стартах принимают участие как любители зимних видов спорта. Это непосредственно лыж, участвуют ведущие спортсмены и на политике. Поэтому это самое крупное наше соревнование. Проводится у нас с 1982 года. И надо сказать, что за последние годы количество участников этого старта выросло многократно. Если в 2002 году количество участников насчитывало около 50 тысяч и участвовало 30 регионов, то в этом году мы вышли уже на такую цифру. 70 регионов стабильно принимают участие в нашем фестивале, в наших соревнованиях. Проводится он, будет проводиться 10 февраля, в субботу. Поэтому мы в этом году поменяли место центрального старта. Будем проводить в Туле, в Ясной Поляне. Количество участников, порядка 7 тысяч человек, выйдут на старт соревнований. Я благодарю всех руководителей регионов, которые принимают участие в организации этих стартов. Конечно, федерацию лыжных гонок. И, конечно, приглашаю всех вас, журналистов, приехать к нам на старт. Осветить это действительно масштабное и крупнейшее наше спортивное мероприятие. Поэтому хочу сказать, что, конечно, среди лидеров у нас такие регионы, как Москва, Московская область, Красноярский край, Татарстан, Саратовская, Свердловская, Тверская и Челябинские области. Поэтому, уважаемые коллеги, я вас поздравляю и приглашаю всех 10 числа на старт принять участие в положении России. Спасибо большое. Нужны России не только массовые соревнования, не только праздник, но в нем участвуют и профессиональные спортсмены, профессиональные российские лыжники. Илья Валеньевна, пожалуйста, у вас слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Я не в первый раз тоже нахожусь на подобной пресс-конференции. Мне очень приятно, что мой любимый и родной вид спорта пользуется большой популярностью в нашей стране. Благодарна тем, кто придумал в свое время такие замечательные соревнования. И мне кажется, уже после этого появился вот Кросснаций в лице лета. Огромное спасибо Министерству спорта за столь долгое тоже совместное сотрудничество в этом направлении. Безусловно, на эти соревнования всегда у нас приезжают люди, которые находятся в сборной команде страны, но не попадают на чемпионаты мира или Олимпийские игры. Это зачастую даже большая часть спортсменов, которые у нас официально находятся на подготовке. Поэтому в этом году ничто не изменится. Многие спортсмены, которые находятся в сборной команде, будут принимать в своих регионах участие в Лыжне России. Многие из них уже придут не одни, а со своими семьями. Я знаю, есть у нас спортсмены, у которых дети уже активно занимаются лыжами. И они тоже с родителями будут принимать участие. Но могу сказать, что я, к сожалению, никогда не бегала, будучи спортсменкой. Как-то так выпадало, что я все-таки попадала на чемпионаты мира, на Олимпиады. И как раз в это же время проходят соревнования. Но я бегала соревнования уже в ВИП-забегах, когда работала в правительстве Московской области. И получала от этого тоже огромное удовольствие. Спасибо Тульской области. Вообще, мне кажется, надо сделать такой, знаете, чтобы каждый год менялся центральный старт. И чтобы людям было все больше и больше, знаете, лучший регион там, да, тоже. Вот мы дадим на следующий год вам... Ну, это как идея, конечно, может быть, что-то другое. Но было бы и на самом деле интересно. Хотя я вспоминаю, сколько было в Яхраме людей. Это, конечно, сложно найти просто такой стадион, где могло бы быть такое количество единовременно стартующих. Но желаю Туле удачи. И вообще всем, кто принимает участие, не только тем, кто побежит от этих соревнований, а и тем, кто приедет поддержать. Всем хорошей погоды. Сейчас центральный регион нас порадовал своим снегом. Специально все делается к нашей лыжне России. Никто уже не сможет сказать, что снега не было. Ну, а морозы, как правило, в принципе, они нас особо не пугали, если уж там не 50, конечно, градусов. Всем желаю удачи и готовы ответить на любые вопросы. Спасибо большое. Ну, давайте тогда передадим слово регионам и узнаем, поскольку все-таки лыжня России проводится в том числе при поддержке органов исполнительной власти, субъектов Российской Федерации. И в прошлом году, если не ошибаюсь, 73 региона участвовало. И вот давайте сейчас пройдемся по тем краям, которые подключены к нашей видеоконференции. Слово «Тюмени» директору департамента по спорту Тюменской области Дмитрию Викторовичу Грамотину. Дмитрий Викторович, пожалуйста, вам слово. А звук, если я прошу коллег, может быть, как-то... Слышно? Да, слышно. Отлично. Еще раз доброго дня, уважаемый Павел Анатольевич, уважаемые коллеги. Тюменская область вместе со всеми, со всей страной готовится к этому масштабному, самому масштабному спортивному зимнему событию. В этом году мы планируем лыжню России провести на четырех площадках, распределив их территориально по географическому признаку, для того, чтобы всем жителям региона было удобно, всем желающим было доступно это массовое мероприятие. Планируем, что 10 февраля в Тюменской области выйдет на старт порядка 12 тысяч участников. Во всех возрастных, соответственно, категориях заявлено положением об этом мероприятии. В настоящий момент полным ходом идет подготовка стадионов, лыжных трасс. Под прогнозом синоптиков ожидаем достаточно комфортную температуру воздуха до минус 10 градусов. Для нас это актуально, поскольку не раз приходилось переносить старты на другое время, более теплое. Но в этом году, к сожалению, в отличие от центральной полосы России, столкнулись с другой проблемой. Впервые, наверное, за всю историю в Тюмени нет снега. Ну, собственно говоря, для нас проблема в современном мире решаема за счет системы искусственного оснижения, поэтому не будет это препятствием для того, чтобы отменять либо переносить мероприятия. В целом подготовка идет по плану, отработаны все вопросы, связанные с обеспечением безопасных участников, правопорядка. Особые акценты, особое внимание мы делаем, конечно, на организации концертной, досуговой, развлекательной программы. Будут работать аниматоры, волонтеры, будет большое количество различных конкурсов, работать будет полевая кухня. Всех желающих накормим вкусной горячей кашей, напоим горячим чаем. Уверен, что для всех участников Лыжни России это событие станет самым настоящим спортивным праздником. Спасибо большое. Слово Ульяновской области, министр физической культуры и спорта региона Владимир Лазарь, Владимир Николаевич. Как Ульяновская область готовится к проведению Лыжни России 2018? Добрый день, Павел Анатольевич, коллеги. Ульяновская область также вместе со всеми 10 февраля выйдет на старт лыжных соревнований. Все организационные мероприятия проведены. Создан вовремя был оргкомитет, был подготовлен план мероприятия. Он сейчас полномерно выполняется. Я несколько повторюсь, как и Дмитрий, мы проводим Лыжню России на двух площадках. Это в городе Ульяновске и в городе Брыше. Это для того, чтобы привлечь южные и западные районы, территориально привязать к одному из городов Ульяновской области. Все необходимые методические рекомендации в каждом муниципальном образовании были вовремя направлены. Особое внимание было обращено на медицинское обеспечение. Это очень важно, когда проводятся такие массовые старты. Я думаю, что у нас полевые кухни, культурные программы, организованы точки питания, культурные программы. Я думаю, что в Ульяновской области мы заявились 22 тысячи человек. Я думаю, что мы этот рубеж выполним и вовремя представим соответствующую информацию в Минспорту. Скажу, что в торжественном открытии в Ульяновске будут принимать первые руководители, губернатор, депутат областной, городской думы, члены Совета Федерации. ВИП-забег будет очень представительным. Я считаю, что это будет настоящая акция и популяризация зимних видов спорта. Тем более, лыжня России проходит в день зимних видов спорта. И это самое главное мероприятие. 10-11 день зимних видов спорта еще добавлено. Город Ульяновск объявил 10 февраля Днем здоровья. Все площадки города Ульяновска и области будут заполнены людьми и будут очищены, подготовлены. Я думаю, что все пройдет в плановом режиме. Спасибо большое, Владимир Николаевич. Все площадки Ульяновска и Ульяновской области будут заполнены людьми, людьми с лыжами в том числе. Москва и Московская область в предыдущие годы были центральным регионом и, можно сказать, были столицей. То Москва, то Московская область были столицей, даже не России. Николай Алексеевич, как в этом году, понятно, что сейчас уже Тула будет проводить главный старт, но все равно Москва по своей массовости, о чем Елена Валерьевна сказала, вряд ли с кем-то может сравниться. Что Вы ожидаете, к чему готовитесь в этом году? Спасибо, уважаемый Павел Анатольевич, уважаемые коллеги. Московский этап всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» будет организован на 11 площадках. Это в каждом административном округе города. Такое решение было принято по результату голосования москвичами на портале «Активный гражданин» и для удобства москвичей. Нарезу с окружными стартами на территории Измайловского парка на специально подготовленных лыжных трассах мы также проведем соревнования на дистанциях 500 и 1000 метров для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Во всех местах проведения будет организован прием нормативов всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» и планируется, что всего на старт выйдет более 20 тысяч любителей этого замечательного вида спорта. Хотя я уверен, что эта цифра будет больше. Спасибо. Спасибо большое, Николай Алексеевич. Я думаю, что Туле дадим в самом конце слова. Я думаю, вы не обидитесь, потому что главный старт, что вы подготовили в этом сезоне, будет интересно узнать. А сейчас давайте перенесемся в Мурманск, в Мурманскую область, Светлана Ивановна Наумова, председатель комитета по физической культуре и спорту. У вас там, наверное, холодно очень. Добрый день, уважаемый Павел Анатольевич, уважаемая Елена Валерьевна, уважаемые коллеги. У нас хорошо, по-зимнему, морозец, легкий солнце яркое. Мурманская область готовится к лыжне России в 11 раз. Лыжный спорт – это базовый для субъекта вид спорта, поэтому у северян к нему особое отношение. Северяне активно участвуют в массовых физкультурных мероприятиях и в спортивных соревнованиях по лыжному спорту. В этом году лыжня России пройдет в 17 муниципалитетах. Главные старты пройдут у нас в авиационном корабельном истребительном полку. Надо сказать, что в этом году мы делаем акцент на отдаленные сельские поселения и закрытые территориальные образования, где базируются войсковые части. Традиционно в центральных стартах примут участие более 1200 человек. Различные подготовки, есть дистанции подготовки 5-10 километров, есть отдельные дистанции для семейных стартов, короткие дистанции для самых юных участников. Также, как и у коллег, все мероприятия будут организованы в соответствии с требованиями по подготовке таких мероприятий. Это медицинское обслуживание, безопасность, страхование участников мероприятий. Погода на 10 февраля у нас хорошая, 9-13 градусов, яркое солнце, но учитывая климатические особенности Крайнего Севера, безусловно, мы готовы к любым погодным причудам. Поэтому все, что касается участников мероприятий, будет, так же, как и у коллег, полевая кухня, горячее питание, теплые места для переодевания. Для юных участников будет организована анимация, развлекательная программа. В Лыжне России активно участвуют органы исполнительной власти, не только субъектовые, но и каждого муниципалитета. Практически все главы муниципалитетов своим примером показывают, что здоровый образ жизни – это хорошо. Поэтому выходят на лыжню и участвуют вместе со своими коллегами и с земляками. Светлана Ивановна, на главном старте у вас не только истребительный корабельный полк побежит? Безусловно. Во-первых, это старты в большей степени для семей военнослужащих, а в Мурманской области в целом планируется принять участие в Лыжне России 8,5 тысяч человек. Спасибо большое. Слово Чувашия, Чувашская республика, министр физико-культуры и спорта региона Сергей Сильвестрович Шелтуков. Милости просим. Добрый день, уважаемый Павел Анатольевич, участники видеоконференции. Лыжню России мы проводим с 2005 года во всех муниципальных образованиях, городских округах. В этом году 26 площадок определены для проведения Лыжни России. Основной старт, центральный старт, конечно же, у нас будет проходить в городе Чебоксары, в столице. Ожидаем здесь участие 13 тысяч человек. Все организационные вопросы на сегодняшний день решены. Программа спортивного праздника сформирована. Важно отметить, наверное, и то, что у нас хорошей традицией стало проведение Лыжни России и в сельских поселениях. В односельчанах, в деревнях, в селах зимой не так часто встречаются. Поэтому это такой спортивный день для сел. Выпить чаю, поесть пироги. Это стало хорошей традицией. Все готово к проведению. Спасибо. Удачи всем. Спасибо большое. Теперь Курская область. Председатель комитета по физической культуре и спорту области Александр Алексеевич Марковчин. Александр Алексеевич, у вас как с пирогами? У нас каша, чай. Пироги мы учтем. В отличие, может быть, от других суклетов, у нас есть такая задумка, которую мы с 2006 года делаем. У нас есть свистулька соловей, которая у нас адаптируется под массовые виды спорта, которые мы в российские соревнованиях проводим. У нас есть соловей с компасом, у нас есть соловей с лыжами. И такое уже у наших, особенно, детей соперничество. Кто же в этом году победит и получит этого соловья свистульку? Вот такая немножко неформальная штука. На самом деле, лыжи у нас любят, хотя, конечно, количество занимающихся этим видом спорта, в отличие от тех субъектов, от моих коллег, которые я слышал сейчас, и от массового старта, конечно, будет не в таком, как у нас. Всего будет 4000 человек в городе Курске. И 11 февраля это порядка 500 человек в городе Железногорске. Мы добавили несколько дистанций к общероссийскому положению, для того, чтобы те, кто впервые встанет на лыжи, смог пробежать дистанцию. Это километр, два километра. И для ветеранов не более пяти километров. Приготовили дополнительную атрибутику, наградную, в том числе медали, кубки. Ну, и, как я уже сказал, чай, кашу. С нами в большем контакте работает политическая партия «Единая Россия», которая, а также приготовила и развлекательную программу. Это уже много лет. Мы участвуем в Лыжне России 2006 года. В первом старте нас было всего лишь 300 человек, сейчас уже вот 4000. Для себя мы считаем, что это небольшой успех. Будем двигаться вперед. Поэтому, уважаемые коллеги, милости просим Курского область приезжать. Спасибо большое. Курская область уже заявила свою оригинальную фишку такую, которую они делают который год, Курского Соловья. Я помню еще по прошлому году, что было такое, получается, некое соревнование в креативе каждого региона. И давайте сейчас узнаем, что нам Владимирская область приготовила. Это был Алексей Николаевич Сипович, директор департамента по физкультуре и спорту администрации области. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. Владимир Скорбс, как Ирина Валерьевна сказала, действительно, за последние сутки выпало большое количество осадков, большие месячные нормы. Светит солнце, температурный режим минус 10, минус 13. Ну и планируют, что данный температурный режим сохранится и на выходные. В Владимирске область к проведению всероссийской массовой лодки для России готова. Пройдут спортивные мероприятия во всех муниципалитетах области. Основное место проведения определено город Владимир, парк Курлеводска, Сульмах. В области были получены карты номера, наградная атрибутика, баннеры, флаги для подготовки и оформления мест проведения мероприятия. Создан агрессионный комитет соревнований, проработаны основные вопросы безопасности, медицинское обеспечение, культурные программы. Она будет обширна у нас в Владимирске в дни проведения соревнований. Пункты питания, автомобильные и парковки, вездные пути. Основные вопросы все решены. Привлечены партнеры, фитнес-индустрии, фитнес-клубы, магазины спортивных товаров. В настоящее время работает регистрационная комиссия. Все потенциальные участники сейчас могут появиться и получить, соответственно, номера атрибутику. Помимо обязательных соревнований в России, в дистанции 5 и 10 километров, утвержденных в положении Минспорта, будут организованы дополнительные массовые забеги, как для взрослых, так и для детей. Конечно же, учреждены призы самые юные участники, самые опытные участники и самая спортивная семья. Спасибо, коллеги. Владимир, слово изготовлено проведение. Спасибо большое, Алексей Николаевич. И теперь слово представителю Тульской области. Итак, главный старт пройдет под Тулой. Центральный. Центральный. Все равны, но и центральный. Итак, Дмитрий Николаевич Яковлев, председатель комитета Тульской области по спорту. Дмитрий Николаевич, в прошлом году, когда Тула рассказывала, речь шла о пряниках тульских и так далее. Что на этот раз? Переплюнуть прошлый год сложно, превзойти сложно. Я думаю, это возможно. Добрый день, уважаемый Павел Анатольевич, добрый день всем участникам данной пресс-конференции. Ну, вначале хотел бы, конечно же, сердечно поблагодарить Павла Анатольевича, что он предоставил такую возможность Тульской области, наверное, первый раз в истории провести центральный старт, ну, один из главных центральный старт в Тульской области, в нашей жемчужине, я думаю, России, я думаю, даже мира. Все прекрасно знают Ясную Поляну, Льв Николаевич Толстого, нашего великого писателя, все прекрасно знают, что он был спортсменом, и мы продолжаем эти традиции, которые уже, ну, не один век продолжаются. Конечно же, мы не соберем такое огромное количество участников, которые у нас собирает и Москва, и Московская область, но я думаю, что в этом году мы порядка 7 тысяч человек у нас все-таки будет. Мы прекрасно понимаем, что это очень важный для нас старт, мы прекрасно понимаем, что у нас все должно пройти на высшем уровне, и я заверяю вас, что данный старт пройдет на высшем уровне. Конечно же, огромное и большое спасибо Министерству спорта, который сейчас помогает нам в этом провести этот центральный старт на максимальном высоком качестве и с максимальным участием наших жителей, я думаю, не только Тульской области, я надеюсь, что и ближайшие регионы, которые рядом с Тульской областью находятся, к нам тоже в гости приедут. Мы осознаем, что могут быть какие-то вопросы, поэтому в этом году у нас появилось дополнительное место для парковки, а будет находиться не в самой Ясной Поляне. Место выбрано очень такое территориально-заповедное место, поэтому парковка будет находиться в трех километрах, но будут курсировать автобусы, которые будут каждые 4 минуты забирать наших жителей, и не только наших жителей, отвозить их к месту старта и отвозить потом назад к автомобилю. Что касается самой лыжной трассы, то у нас их подготовлено 9, начиная от 100 метров, для самых маленьких, которые примут участие, а мы надеемся, судя по тем годам, у нас участие принимали и двухлетние дети, поэтому у нас первые, у нас будет от 2 до 5 лет, они побегут 100-150 метров. Дальше у нас будет трасса в километр, 3 километра, 5 километров и, конечно же, 10-километровый круг будет тоже сделан. А сейчас идет подготовка, сразу забегу и скажу вперед, что трасса будет проходить по территории, по заповедной территории самого Ясной Поляны, самого дома, и будет где-то порядка рядом 25 метров будет проходить от того дома, где жил Лев Николаевич Толстой. Все участники, которые доберутся до финиша, получат, конечно же, наш символ, символ Тульской области, это тульский пряник. У нас их подготовлено больше 7 тысяч, я думаю, что, вот я услышал, там у некоторых будут пирожки, я думаю, еще и пряники будем раздавать. А вообще это будет огромный и классный праздник, потому что будет стоять сцена, будет подготовлено огромное количество мероприятий и вокального, и танцевального. И, конечно же, не обойтись без каши, ну, зима без чая и каши, конечно, не обходится, поэтому будет 8 кухонь работать. И я думаю, что центральный старт в Тульской области, в жемчужине Российской Федерации Ясная Поляна в этом году пройдет на самом высоком уровне. А, Павел Анатольевич, большое-большое спасибо за такое оказанное доверие. Спасибо большое, Дмитрий Николаевич. Коллеги, я прошу вас с этих вопросов и ответов, пожалуйста, подходите к микрофону. Еще раз скажу, любой вопрос о сегодняшней ситуации, связанной с заявлениями Международного олимпийского комитета, комиссии МОК, это все после пресс-конференции. Поэтому сейчас давайте о лыжне России. Пожалуйста. А можно, да? У меня такой вопрос по логистике. Вчера, допустим, московская лыжня проходила, так вот я из Москвы до Планера добирался 4 часа. Со мной была масса лыжников, которые успели только к финишу. Электрички, кстати, не ходили. Любопытный вопрос, как будет организовано хотя бы, чтобы до Тулы-то доехать и Пряников попробовать? Я про журналистов уже не говорю, ехать все-таки не близко. Первый вопрос. А второе – призы. Вот, допустим, вчера Московская Федерация профсоюзов удивила всех. Смартфоны, велосипеды, огромные экраны телевизоров. Вот для каждого ветераны, молодежь, дети. А как с призами сейчас у вас? Что касается, мы ждем гостей, конечно же, и Москвы, и Московской области. Поезд у нас организованная ежедневная, такая есть поезд, как ласточка, она ходит до Ясной Поляны, до Тулы, до Ясной Поляны. Плюс с каждого вокзала, железнодорожного вокзала и автовокзала будут ходить автобусы, которые будут непосредственно доставлять на место проведения соревнований. Одна часть автобуса будет ходить, которая будет доставлять из парковочных пространств, другая будет, которая доставлять из Тулы непосредственно. Что касается призов, мы тоже подготовились. У нас тоже будут смартфоны, я думаю, последнего поколения у нас будет 9 призов. Мы дополнительно не один большой и центральный, а 9 таких хороших, качественных, таких же смартфонов. То есть, ну, я думаю, что не хуже, чем в Московской области уж точно. Да, Московская лыжня была. Ну, в общем-то, Тулы пытаются, да, соответствовать, и все-таки центральный старт. Да, Елена Валерьевна. Можно я добавлю, я всегда категорически против, чтобы подобного рода соревнования превращались только за приездом спортсменов, за призами, за машинами, как это было буквально еще несколько лет назад. Это, на самом деле, массовый день здоровья и день такого, знаете, любительского все-таки спорта. Поэтому не нужно из этого делать вот какой-то культ в призовых каких-то мероприятиях. Это должно быть в первую очередь поход за хорошим настроением и за здоровьем, поход всей семьей, просто выйти, побыть на природе и получить массу положительных эмоций. Хорошо, когда есть призовые, но просто получается, что сегодня мы нашли спонсора, а через год этот регион найти не может. Потом начинаются, и нам письма приходят. Вот в прошлом году была машина, а в этом году даже 10 тысяч не дали. Поэтому вот я считаю, что это должно быть в первую очередь выйти на старт, чтобы получить хорошее настроение, энергию и на будущее здоровье. Может быть, я, конечно, не права, но это мое личное мнение. Еще одну такую ремарку. Это очень мы прекрасно понимаем, у нас будет последний, девятый старт для профессионалов. Там могут участвовать профессиональные лыжники, там тоже будет приз специализированный. Но в основном, правильно, это все-таки массовая лыжня и, конечно же, настроен на массовость. И поэтому мы на 9 подэтапов таких разделили, будем запускать. Потому что мы прекрасно понимаем, что ребенок от 7 до 12 лет, но никак не может бороться с ребенком от 12 до 15 лет. И, конечно же, вот они будут бороться в своей группе. Поэтому все будет честно. Главное, чтобы было и честно, и радостно, и полезно. Я думаю, что именно такой лыжня России и будет, поскольку каждый год она проходит, как мы говорили, с 1982-го. И такой она обычно и получается. Коллеги, есть ли еще вопросы, пожалуйста? Подходите к микрофону. Я думаю, что москвичи готовы выйти на старт и в субботу, и в воскресенье. Потому что, слава Богу, любовь к активному времяпровождению и занятию физической культуры и спорта неустанно растет. Одна маленькая цифра. Более 4 миллионов москвичей занимаются физической культурой на постоянной основе. Чем больше мероприятий и в субботу, и в воскресенье. Понимаете, это все зависит. Мы специально для удобства, если вы внимательно слушаете, для удобства москвичей проводим соревнования не в одном месте, а во всех административных округах. Поэтому, если вы выйдете на лыжню, ну, если это зимой, либо летом, в леса, в парке, то увидите, что занимается суббота, воскресенье и даже во время рабочей недели. Чем больше, тем лучше. Это мое мнение. Ну, как я понимаю, да, суббота у нас сейчас является таким единым днем, но на самом деле, как мы уже слышали, некоторые регионы не только в субботу проводят, правильно же? Ну, мы сейчас не выбиваемся из общей концепции. Если это всероссийское мероприятие, и в рамках этого всероссийского мероприятия, московский этап, конечно же, будет проходить так, как и во всех остальных регионах нашей необъятной Родины. Основной день у нас все-таки 10 февраля, это суббота, и все регионы будут как раз проводить лыжню России именно в этот день. Наверное, все-таки суббота, она как-то поудобнее. Целый день можно посвятить совершенно спокойно с утра до вечера лыжам, отдыху, семейному такому времяпрепровождению. Коллеги, есть еще вопросы? Ну, если вопросов больше нет, а подходите, пожалуйста, к микрофону, уважаемые коллеги. Павел Валентинович, в прошлом году вы сами принимали участие в стартах лыжней России. Планируете ли стартовать в этом году? И если да, то на какой дистанции? Ну, я, конечно, буду принимать участие и в открытии соревнований. Вообще, честно говоря, хочу сказать, что у нас же это будет не только праздник лыжной. Вечером мы еще проводим и хоккейный матч, в котором будут принимать участие звезды хоккея. Поэтому у нас целый день будет спортивный, посвящен как раз развитию спорта в Тульской области. Поэтому я, честно говоря, хотел в завершение немножко нашей конференции сказать, что у нас мы не просто так выбрали Тулу, нам хотелось, честно сказать, посмотреть новую площадку, хотели всех познакомить вообще и с Ясной Поляной. Мне кажется, как раз это же не только спортивное мероприятие лыжной России, это очень хорошее и культурное мероприятие, где проводятся, вот сейчас многие выступали, наши министры, рассказывали, какие культурные всякие разные мероприятия вокруг лыжни России проводятся. Что бы хотел бы еще попросить, вот сейчас многие выступали, конечно, обратить особое внимание на медицинское обеспечение, потому что, ну, все-таки лыжня массовая, очень много участников, многие разные физической подготовленности, очень много детей. Вот у нас в прошлом году даже участвовал, я помню, у Дмитрия, там, дедушка лет 80, участвуют моржи у нас, там, поэтому надо очень внимательно смотреть за тем, чтобы мы обошлись без травм, чтобы все потом были здоровыми после окончания лыжни. Поэтому, ну, у нас, на самом деле, мы проводим очень, всегда очень внимательно к этому относимся, все обеспечены горячим питанием. Вот, а это был вопрос по поводу транспортного обеспечения, конечно, всегда мы очень внимательно относимся к логистике проведения любых соревнований. Вот, поэтому я думаю, что все, кто захочет в этот день приехать вместе с лыжами, приехать на соревнования, поэтому всегда такую возможность получат. И еще бы хотел, конечно, сказать, поблагодарить наших спонсоров, которые у нас ежегодно, вот, с нами, принимают участие в организации этих соревнований, кстати, обеспечивают там наши соревнования призами, в том числе, хоть это и не главное, но все-таки это, конечно, приятный, памятный такой подарок участникам соревнований и победителям лыжни России. Поэтому всех еще раз поздравляю, приглашаю всех принять участие в нашей лыжне. Спасибо большое. Итак, уважаемые друзья, уважаемые коллеги, да, заканчиваем нашу конференцию. Я благодарю всех участников нашей видеоконференции, я благодарю регионы, которые рассказали о том, как они готовятся к проведению лыжни России. Я желаю всем легкого морозца, прекрасного снега и огромного удовольствия от лыжных соревнований, от лыжного праздника. Спасибо большое, спасибо большое, коллеги. Спасибо. Спасибо. Спасибо.